Уважаемые господа! Сегодня я записываю небольшой ролик в очень экзотическом месте, а именно в городе Суздаль. Вот здесь, в торговых рядах, сегодня, в общем-то, еще ранний полдень, почти никого нет, поэтому можно спокойно поговорить о тех вопросах, которые вы мне задаете. Сегодняшняя общая тема называется «Равенство отбора». То есть речь идет о том, что происходит сейчас в мире, поскольку вы почему-то очень активно этим интересуетесь. Мне немножко странно, какое нам дело от того, что происходит в Америке или в Европе, но тем не менее, мне задают такие вопросы, например, о том, что конфликт между цветными и черными и белыми. Ну, это не совсем так, во-первых, потому что в тех штатах, в которых разрешено носить оружие, почему-то конфликтов нет. По-видимому, беспокоясь о собственном здоровье, недовольные граждане не рискуют пытаться наводить новые, устанавливать новые порядки с теми, у кого есть короткоствольное и длинноствольное оружие. Поэтому как бы это не везде так, как говорят. При этом, что интересно, цвет кожи не играет особого значения. Обратите внимание, что при этом участвуют и одни, и другие, и третьи. Причем и в одной, и в другой группировке. Потому что те, кто из цветных громид магазины, уже убили несколько десятков, так сказать, своих однокожников. Что странно. Кажется, что это не должно же быть так. Они же защищают свои права. Зачем убивать людей своего цвета кожи? Значит, дело в чем-то другом. А в чем? Ну, и тут понятно, что если мы посмотрим на меркантильную часть, то, конечно, всем хочется пограбить. Это так всегда бывает, когда кто-то зевает, у него чего-то крадут. Так и здесь, воспользовавшись этой возможностью, все начинают потихоньку грабить друг друга. Но при этом мелкий бизнес и черных, и белых страдает одинаково, что тоже очень странно. И опять, у кого есть оружие, почему-то там этот бизнес продолжает работать и ни о чем не беспокоится. У кого нет оружия, того грабят. Но интересно, что и в обоих группировках, и в тех, и в других, есть и цветные, и черные, и белые. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, о чем я пишу непрерывно много лет. Цвет кожи, когда речь идет о разницах в мозге, не играет значения. В этом весь смысл всего происходящего. То есть и черные, и красные, и желтые, и белые соединяются вместе, если их конструкция головного мозга более-менее соответствует друг другу. Интересы они выражают одни и те же, независимо от цвета кожи. Архаичные, древние, соответствующие их общей конструкции. Конечно, таких будет много. А те, кто выражает более цивилизованную или более продвинутую в эволюционном плане модель, тех почему-то меньше. Ну, таким образом, что получается? У нас идет церебральный сортинг, независимо от цвета кожи, пристрастий и политических интересов. Конечно, это все подогревается понятным причинам. Тем, что более демократическая часть Америки подогревает недовольных. Ну, задача простая, Трамп всем мешает. По большому счету идет дележка между Трампом и либеральной партией, которая представляет собой Международный валютный фонд и Федеральную резервную систему, которая это все финансирует за счет налогоплательщиков. Поэтому не надо меня об этом спрашивать. Этим лучше занимаются экономисты и политологи. Ну, я очень далек от этого. От всего я могу сказать только, что мы наглядно видим эволюционный процесс объединения по конструкции мозга, независимо от расовой принадлежности. И что именно этот отбор является ключевым, именно это событие является ключевым происходящих событий. Ну, сами понимаете, что это все подогревается, направляется. Ну, здесь мы видим классические примеры смещенной активности. Как у той собаки, которая видит бутерброд, но боится его взять со стола и начинает истерично чесать вся за ухом. Что это такое? Смещенная активность, она не поступить, не украсть бутерброд, не уйти не может, но она начинает чем-то заниматься другим. Вот такое почесывание за ухо всей Америки организовано в виде сноса памятников. Ну, я сочувствую с том, что памятники страдают. Но это классический вариант перенаправления активности в сторону от экономики, от реальных проблем. Ну, понятно, что если это не удастся в ближайшее время осуществить, я имею в виду замену Трампа и новое торжество очередного цикла финансовых спекуляций, которые продлят на некоторое время агонию, значит, придется какие-то использовать более радикальные меры. И вот тут уже опасность. Опасность для нас, поскольку ковид оказался таким эффективным, а сделать его модификацию искусственную так легко и свалить все это дело на естественные, как они почему-то называют это, мутациями, что маловероятно, что кто-то удержится. И такие повторные бросы я вполне ожидаю по всему миру, поскольку уж очень много заинтересованных лиц в том, чтобы поживиться на чужом горе. То есть таким образом мы что видим? Здесь целый комплекс вопросов, поэтому мы должны отвечать. Что, собственно говоря, начинается очередной цикл отбора по конструкции мозга. К сожалению, не в лучшую сторону. Но стоит подождать несколько месяцев, как вы увидите, то данная попытка такой реинкарнации архаичной конструкции мозга приведет к выигрышу опять-таки Трампа. Почему? Всем надоест пещерное безобразие, которое творится. И все будут заинтересованы в том, чтобы был порядок. Ну, хотя бы такой, который в тех штатах, где люди свободно и везде носят оружие. Может быть, и нам пойти тем же путем. Может быть, меньше будет проблемных чиновников и потерь бюджета. Мне кажется, что это интересная мысль, которая может изменить социальную структуру любого сообщества. Но пока должен вам констатировать, что кожа тут, цвет кожи в Америке ни при чем. Серебральный отбор идет по свойствам мозга. И кто обладает архаичной конструкцией, объединяется в одни группы. А кто обладает более цивилизованной, более продвинутой, скажем, более разумной конструкцией, объединяется в другие. Ну, и вполне естественно, что вторым скоро надоест поощрять первые, и все вернется на круги своя. Но правда, без крови такие вещи не обходятся. Подобные эволюционные эксперименты нужно тщательно профилактировать, а не допускать их естественного развития. Так что побывайте в Суздале. Здесь уже почти все работает. И очень приятная атмосфера. Воспользуйтесь затишьем перед бурей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова